Славим спортивные традиции. В Новоуральске прошло торжественное награждение победителей призера фестиваля золотых значкистов ГТО. Лучшие спортсмены получили свои награды. Вот так с улыбкой Семен Пенкин идет получать одну из первых спортивных наград. Мальчик, как еще 13 новоуральцев, стал одним из лучших на фестивале золотых значкистов ГТО. 32 участника прошли через 5 видов испытаний, заработав индивидуальные очки. Кстати, у Семена абсолютное большинство не только в своей возрастной группе, но и среди всех победителей. Выдающиеся спортивные достижения показала и Анна Мария Салищева. Девочка с трех лет увлечена спортом. Она занимается плаванием и в комплексе ГТО это не первая победа Анны Марии. У меня есть два золотых значка в ГТО. Меня поддерживала мама. Она помогала мне заниматься спортом. И учила, как играть в разные игры с мячом и как отжиматься и метать. Одно из главных отличий фестиваля – испытания на силу, ловкость и гибкость – проходят представители разных возрастных категорий. Так что на пьедестале оказались не только юные спортсмены, но и уже взрослые навуральцы, решившиеся испытать себя. Екатерина Менькова, например, работает преподавателем английского языка в 45-й школе. Я считаю, что это важно развивать не только умственные способности, но и физическое развитие. Это тоже очень важно. Я особо спортом не занимаюсь. Единственное, что проявила инициативу, захотелось получить значок ГТО. Я начала больше участвовать за школу в разных соревнованиях для педагогов. И вот именно это меня вдохновило поучаствовать и в ГТО тоже. Ну, надеюсь, что являюсь примером и для учащихся тоже. Кроме этого, из рук прославленного спортсмена и почетного гражданина навуральской Николая Бондаря свои знаки отличия ГТО получили еще несколько активных навуральцев. Виктория Ковалева получила долгожданный золотой значок пятой ступени. Для меня все сферы жизни мои очень важны. И я хочу преуспеть везде, как в спорте, так и в активностях, и в школе тоже. Нам, молодому поколению, очень важно развиваться во многих сферах жизни, чтобы в будущем потом нам было из чего выбрать, кем мы хотим стать в будущем и чем нам нравится заниматься. И, как я считаю, нужно успевать везде, везде догонять, пробовать как можно больше всего нового. И именно тогда нам получится стать успешными в жизни. Если достижения наших значкистов вдохновили вас на новые спортивные свершения, вы можете присоединиться к числу участников комплекса, начав свой путь с инструкторами спортивного клуба «Кедр». Мы сейчас находимся в центре тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» по адресу Фрунзе 7. Здесь у нас по вторникам и четвергам Халилова Евгения Анатольевна проводит тренировки как раз для подготовки граждан к сдаче комплекса ГТО. То есть все желающие могут сюда подойти, проверить свои, как говорится, силу, гибкость, координацию, выносливость. Ну и если где-то немножко просели, где-то не хватает, то потренироваться и уже приступить к сдаче комплекса ГТО. Каждый из участников фестиваля сделал свой вклад в развитие физической культуры и спорта. Такие активные навуральцы своим примером вдохновляют и других и продолжают славить спортивные традиции города. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Навуральская вещательная компания.